Добро пожаловать на обзор новой игры под названием Big City Views или же Курьер Симулятор. Это русский симулятор курьера от разработчиков Garage 54. Да, это игра именно тех ребят. В данном симуляторе наша задача это доставка грузов из точки А в точку Б и улучшение уже существующей машины, а также покупка новых. Это не все. В игре есть сюжетная линия, где параллельно работе нам нужно бороться с могущественной корпорацией, а точнее кубами бизнеса, которые хотят весь транспорт заменить на беспилотники и дроны. Запретить людям иметь личный транспорт, пересадив их на велосипеды под предуголом пропаганды здорового образа жизни и защиты окружающей среды. Как-то так. То есть игра многообещающая и обещают быть очень интересной. Ей чуть больше месяца. Она вышла где-то, если не ошибаюсь, 24 апреля. Вот. И утром мне подписчик написал, что вот такая игра прикольная. Я посмотрел. Да, действительно игра мне понравилась. Где-то минут, может, 15-20 назад скачал. Поэтому будем ее, в принципе, сейчас смотреть вместе. Итак, начинаем с менюшки. Зайдем в настройки, посмотрим, что можно делать. Общие настройки графики. Можно... Я поставил максимальные настройки графики. Вот. Касаемо музыки ее можно отключить. И звуки тоже. Музыку я сразу отключу. Ну и все. Это, в принципе, все настройки. Так же. Зайдем в гараж. Посмотрим. Вот. Нам изначально дается машина Вятка. Это Жигули. Такая вода. Что ж. Что у нас еще есть? Это ВАЗ-2107. Семерка Тобол. Эта машина. Ее можно забрать бесплатно. Оценив игру в Play Market. То есть, пишем отзыв. И эта шестерка, если не ошибаюсь, она нам достается бесплатно. Так. Ну, это у нас идет Восьмерка. Это идет Девятка. Приора. Это еще из той игры Garage 54. Такой вот грузовичок. Ну, фургон кому как удобнее. Toyota Mark II. Газель целая. Мерседес. Ну, это Кабан, как понимаю. Или нет. Не Кабан. Возможно, путаю. Ну, Мерседес в любом случае. Ну, и УАЗик. Еще есть Волга. Вот Бояре. Такая вот Волга, кстати. И вообще баржа. Делегат называется. Прикольно. Что ж. Ну, изначально нам дается. Вот. Вятка. Жигуль. У которой можно менять максимальную скорость. Мощность двигателя. И торможение. То есть, улучшает тормоза, двигатель. Ну, и мощность. Вот. Как-то так. Так же мы можем посмотреть видео. За это нам дадут 100 рублей. Ну, и здесь 100 рублей могут решать. Так вот. Видите, здесь можно улучшить машину за 75 рублей. Я сделал одну ходку. По городу мне уже дали 100 рублей. Это прикольно. Ну, и есть магазин донатный. Я сейчас без интернета. Можно донатить в игру. Ну, и обменять 5000 рублей игровых на 25 очков репутации. Здесь машины покупаются не только за деньги, но и за очки репутации. Что ж, всё. Можно идти в игру. Нажимаем старт. И пошла загрузка. Город в игре очень похож на русский. Как я понимаю из описания Play Market это Сибирь. Так, всё. Мы появились в городе. Здесь он мне просто зашёл максимально. Он мне настолько понравился. Я думаю, это самый лучший город, который я видел в играх на телефон. В настройках можно выбрать. Точнее, в паузе можно выбрать настройки игры. Выйти в меню и посмотреть карту. Вот она здесь достаточно большая для игр на телефоны. Ну, и политика конфиденциальности. Вот как-то так. Или выговорил. Что у нас здесь ещё есть? Ну, соответственно, газ в тормоз. Лево-право. Рученик можно зажать. Открыть карту. Ну, и, соответственно, сами задания. Камеру можно вращать. Приблизить, отдалить, к сожалению, нельзя. Ну, и один тип управления. Только кнопки. Я бы выбрал акселерометр. Вот так вот игра выглядит на максимальных настройках графики. Должен сказать, всё выглядит очень хорошо. Трафик у нас есть. Такие тоже детальные машины. Всё хорошо проработано. Итак, поехали. По управлению машина ведёт себя так хорошо. Можно пораздавать боком даже. Следы шины и дым остаётся. Ну, и снизу спидомтер. То есть всё максимально просто, но полезно и рабочее. Так, у нас здесь непонятки происходят. Какие-то все машины, кстати, здесь. Практически все машины на русских номерах. Здесь есть светофоры. Можно даже в пробке постоять. Вот, как-то так. Что-то я с управлением не справился. Машина здесь таранится. Как видите, она поцарапалась. Вот, когда мы врезались, в неё слезла краска. Но она не помялась. Вдоль дороги ещё есть много рекламных щитов. Например, выпил. Выбери, с кем продолжишь путь. Либо поедешь на такси, либо с ментами, либо тебя на скорую увезут. Ну, такая вот прикольная реклама. Различные машины. Всё сводится к тому, что вождение в нетрезвом виде это опасно. Ну, прикольно, прикольно. Город сделан. Вообще, мне неудобно управлять кнопками. Вот единственный минус игры, который я заметил. Это один тип управления. То есть кнопки и всё. Больше ничего делать нельзя. Руля нет, акселерометра нет. Пробуем боком раздать. Ну, как-то так. И так, всё. Ну, так прокатились немного. Вы поняли, что город здесь довольно хороший. И давайте выберем заказ. Вот идёт такая сюжетная линия. Личный шофёр. Привет. Где ты сейчас можешь подбросить до нашего гаража? У меня тут ЧП. Захожу с утра в гараж и вижу, что моя машина провалилась в текстуры. Ну, прикольно, да. Ну, что, принимаем. Поехали. За тем челиком. Разворачиваемся. Чуть в Шкоду не въехал. Вот они, как видите, на русских номерах все. Американские такси даже ездят по Сибири. Ну, а вы что хотели? Он где-то во дворах находится, этот чувак. Вот я думаю, мы здесь повернём благополучно. И уедем как раз во дворы. Ничего себе. Это я, как понимаю, как раз такие эти беспилотники. Так как у них какие-то китайские номера и надписи. И ведут они себя очень странно. В отличие от другого трафика. Управление мне вот вообще здесь конкретно не нравится. Разработчики, если вы смотрите это видео, пожалуйста, добавьте хотя бы акселерометр. Не обязательно руль. Акселерометра будет достаточно. Просто кнопками не очень удобно управлять. Особенно тем людям, которые не привыкли. Здесь такая деревенская местность идёт. Дома идут. Старые ещё. Трущобы, по сути, какие-то. Ну и гаражи. Сейчас посмотрим, где нужно забрать этого челика. Город здесь разделён, соответственно, на сам центр. Потом небольшие микрорайоны. И такая вот деревенька здесь идёт. Вот сюда нам нужно приехать. Всё сделано очень так неплохо. Следующая точка. Гараж. Штаб-квартира. То есть, где как раз, кроме меня, другие курьеры. Я ещё забыл сказать, что это не просто курьеры. Это ещё и талантливые блогеры. Которые творчески относятся к своей работе. И из машин делают такие конфетки, так сказать. В общем, улучшают их, тюнингуют и так далее. Очень прикольно. Мне такие темы игр очень нравятся. И действительно, игра сделана очень хорошо. Так, да. Это не только беспилотники такое вытворяют. Но и Дордж тоже такое сделал. Да, здесь всё-таки машина таранится. Мало того, что краска слезла, у нас ещё и бампер погнулся с крылом. По деформации, о боже мой, что же здесь такое происходит? Непонятки. Ну, то есть, трафик немножко такой багнутый во дворах. А на автостраде он ведёт себя вполне хорошо. Я не знаю, где я здесь автостраду видел. На главной дороге, так сказать. Вот. Опять там машина пролетела какая-то. Прямо в кусты. Так, едем. Сейчас нам дадут как раз очки репутации. Точнее рейтинг или репутация. Одно и то же практически. Ну и, соответственно, деньги. Вот. Это у них штаб-квартира. Нам дали 105 рублей и плюс одну репутацию. Это были обычные задания. Здесь есть ещё дополнительное поручение. И ещё одно дополнительное поручение. Скоро начнём работу с новым роликом. Вот я говорю, они как раз блогеры. В связи с этим нужно кое-куда сгонять и кое-что привезти. Это как одно из заданий. Также есть другое задание у нас сейчас всё в рейсах. И как назло, нужно срочно разобраться с одним грузом. Помож трудовому народу. Так. Это всё можно проходить. Кстати, я тут стримы проводил. И на них неплохой актив. И я предлагаю эту игру стримить. Награда для героев. Недавно мы проводили среди подписчиков конкурс на самую необычную историю. Из их водительской практики. Скажу прямо. Так вы наслушались. Одно удивило. Как понимаю, он здесь недоговорил немного. Так. Что нам нужно взять? А так я не понял. А, тип развоз. Что-то развести. Доставка. Ну, давайте возьмём доставку заказчика Николай Черемшин. Погнали. Следующая точка. Южная. Ангары. Выезжаем. Вот. Виды от первого лица не хватает. Но я считаю, что это вообще не критично. Вот. Нужно сейчас разобраться с минусами игры. Так. Куда нам ехать-то надо? Ага. Сейчас нужно повернуть направо и по кольцевой вниз. На светофор всё равно сись переехал черту. Давайте уж проедем. Эту игру сейчас нужно выявлять минусы. Вот. Единственный минус пока что, который я заметил. Это один тип управления. Вот. Ещё раз повторюсь. Было бы побольше типов управления. Это руль и акселерометр. Это даже хотя бы один акселерометр был. Это уже было бы просто замечательно. Ну и трафик. Поумнее бы сделать немного во дворах. Сейчас на прямой дороге и таких поворотов. Он себя вообще превосходно ведёт во дворах. Ну, вы видите сами. Он немного тупить начинает. Ну, а так из доработок игры. Дополнительную функцию я бы добавил. Функцию поворотников, аварийки и камеры от первого лица. Ну и можно, чтобы можно было отдалять камеру или приближать. А то не всегда удобно делать скриншоты. Пошашкуем немного. И погнали. Оп-оп-оп. Ну, блин, я вот... Ох ты, ё-моё, ничего себе. Смотрите, какая здесь деформация оказывается есть. У машины могут отлетать запчасти. Вот, передний и задний бампер отлетели. И открываются двери со стёклами. Правда, стёкло осталось на месте. Вот ещё один минус. Передние, это вроде нормально. А вот остальные остались на месте стёклом. Текстура осталась. Дверь уехала. Ладно, едем. Вообще, ужас какой-то просто происходит с машиной. Она так на бордюры заезжает. Ну, ничего страшного, я думаю. Здесь такой целый билборд стоит гигантский на кольцевой развязке. Вот это, понимаю, кольцевая гигантская. Не как мы вчера в Евротреке ездили там. Кольцевая на ней мини-купер-то развернуться не сможет. А там нужно на целой фуре ехать. Ну, ребят, сорян. Я вообще не могу с этими кнопками ехать. Попадаю в аварии, всё. Не очень удобно, так сказать. Ну, и всё, мы остались без дверей просто, смотрите. Ну, и стёкла тоже улетели. Руль вообще вниз опрокинулся. Что произошло с машиной, это просто ужас какой-то, должен сказать. Они перестраиваются так из левого ряда на... Сразу направо поворачивают. Ехали мы 2 километра где-то. Не знаю, это размер карты 1 к 1 или нет. Но, по-моему, здесь всё более-менее соблюдено. Заезжаем сюда. И всё, следующая точка. Магазин ДПС. ДПС, ДПС это типа полиция или ДПС это... Она веб-магазина ДНС, электроники. Если что, это не реклама. Так, сейчас нам нужно будет повернуть на первом повороте налево. И потом ехать прямо до следующего большого поворота. Так сказать. Ребята опять что-то тупят здесь. Не могут разобраться. Людей жалко, нет ещё. Игру бы оживило. Карта мне нравится. Вот супер просто над картой разработчики поработали. Видно, что ребята из России знают, что как выглядит. И все магазины тоже проделаны очень круто. Всё. Мы набираем скорость. 150... А, 135 лупим на жигулях. Уже 140. Ну, жигуль валит только так. Всё. Жигуль не валит. Я опять вспомнил, что я играю со стрелками. Даже вот может отлетать переднее крыло. И там видно даже двигатель. То есть представьте, разработчики даже сделали то, чего мы не видим. По сути, мы же до того, как машину разбить, двигатель не видим. А он даже проделан. В общем. И салон тоже очень хорошо сделан. Я думаю, в будущем добавят вид от первого лица. Но это не факт. Это лишь догадка. Всё. Мы уже подъезжаем к этому магазину ДПС. Сейчас увидим, что же это за магазин такой. Вот он. Перестраиваемся в правый ряд. А, мы не доехали ещё. Да, это магазин ДПС. Это магазин ДНС. Как понимаете, у нас тоже много в Кирове магазинов ДНС. Да-да-да. Он даже в таком же стиле оформлен. Очень круто. Ну что. Как-то так, ребята. Пишите ваши впечатления в комментариях. Делитесь ими. Вот. Ну вот, свои впечатления я уже высказал. Игра очень хорошая, я должен сказать. У неё очень большое будущее. Если, конечно же, будет обновление выходить. Вот. Надеюсь, игру не забросят. А будут её всё дальше и дальше разрабатывать. Что ж, ребята. Всем большое спасибо за просмотр. Ссылочка на игру в описании. В плеймаркете она бесплатная. Поэтому переходите по ссылке и скачивайте. Что ж, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про колокольчик. Встретимся в следующем видео. Встретимся в следующем видео.